Летающие кочевники советского флота Автор Павел Леонов читает Алексей Смирнов На огромных многомоторных летающих лодках Дэвид наконец-то почувствовал себя как дома. Они были чересчур велики, чтобы взлетать в море с авианосца, но служба на них считалась морской. Хотя на деле Дэвид почти каждую ночь проводил дома, в собственной постели рядом с собственной женой. Лишь изредка ему приходилось ночевать на базе во время дежурства. Еще реже большие лодки взлетали в небо по ночам. Они днем-то в отличную погоду вылетали нечасто. Аэропланы эти были слишком дорогостоящими, каждый полет обходился недешево, а страну как раз захлестнула волна экономии. Лодки летали с полными экипажами. Четверо или пятеро в двухмоторной, в четырехмоторной еще больше. И часто с пассажирами, чтобы люди могли набирать летное время, необходимое для дополнительных выплат. Все это Дэйва устраивало. Больше не нужно было пытаться ориентироваться, выполняя одновременно еще 16 разных других вещей, можно было забыть об офицерах-сигнальщиках, о капризных двигателях, наконец о горючем. Конечно же, будь его воля, он каждую посадку выполнял бы самостоятельно. Но когда первый пилот отстранял его от этой обязанности, Дэвид заставлял себя сдерживать беспокойство, а со временем даже избавился от него, поскольку тот, как и все пилоты большой лодки, вел себя осторожно, явно рассчитывая прожить долго. Роберт Энсен Хайнлайн. Человек, который был слишком ленив, чтобы ошибаться. Морская неавианосная авиация в межвоенный период тех стран, которые могли ее себе позволить, представляла собой сборище отчаянных, но уверенных в себе профессионалов, потому что море вместе с небом взыскивало вдвое строже. В те годы было разработано множество гидросамолетов, начиная от примитивных с натянутыми расчалками типа НС-4, заканчивая многомоторными металлическими гигантами типа Коронада или восьмимоторного Геркулеса господина Хьюза с одной стороны океана и гигантами типа Каваниши H-8К с другой. У Британии, к примеру, было целое семейство гидросамолетов с говорящими названиями Калькутта, Мальта, Сингапур и Империя в 1940 году, перешедших в серию S, с Сандрингем, Сиффорд и Сандерланд от производителей братьев Шорт. В тот период гидросамолеты представляли собой единственный способ быстро добраться куда-либо. Но насколько быстро? К примеру, 13 апреля 1935 года Буак, British Overseas Airways Corporation, нынешний British Airways, запустили рейс Лондон-Англия, Брисбен-Австралия по цене 195 фунтов стерлингов. В пересчете на нынешние деньги это 13 960 фунтов. По тем временам рабочий на заводе мог получать 1 фунт за 20 часов работы, что приводит нас к тому, что на этот билет рабочий должен был копить 488 рабочих дней. Рейс этот занимал 12,5 дней. Понятно, что большую часть пути занимали посадки, гостиницы, дозаправки. Возили, как вы понимаете, в основном богатых пассажиров и госзаказы. Богачи, государственные служащие в командировке, нувориши, почта и всякое для военных. В Гонконг, к примеру, можно было добраться за 5,5 дней. В Южную Африку за 4,5. Предполагаю, что имеется в виду Йоханнесбург. Чаще всего спали в раскладывающихся креслах на борту или гостинице при порту посадки. На борту кормили очень хорошо, что прекратилось с появлением маркетологов и реактивной авиации. Это были востребованные и нужные людям машины. Военные тоже испытывали гидросамолетам сильную любовь, какую обычно они испытывают ко всякого рода химерам. Ну, потому что бомбардировщики тех лет не могли обеспечить необходимую дальность, а наблюдать за вероятным противником и доставлять бомбы, грузы и людей на большие расстояния как-то надо. В Советском Союзе производили свои гидросамолеты, но ограниченными партиями и не супер успешные, скажем прямо. Не хватало технологической базы и мощности моторов. Начавшаяся Великая Отечественная война проблем только добавила. За всю войну советские заводы изготовили всего 39 самолетов Че-2 и Кор-2, он же Бе-4. Из авиашкол и гражданской авиации получили еще 141 самолет, в основном типа МБР-2. Собранных до войны копий суперпопулярных по всему миру Каталин Пи-Би-Уай, а наша лицензионная копия называлась ГСТ, 27 штук, из которых 11 принадлежали Черноморскому флоту, решительно не хватало. В то время как Каталины на Западе работали на нужды берегового командования и разведку и помогали утопить Бисмарк, это мы про англичан с американскими пилотами, которых по секрету одолжили англичанам американский ВМФ, а конкретно про борт Пи-Би-5 под номером А.Х.545. У нас была острая нехватка такого рода самолетов всю войну. К 1944 году в рамках соглашения о Ленд-Лизе мы начали получать последние и лучшие машины такого типа, проходившие под обозначением PBN-1 Nomad – кочевник. Всего по итогам договоренностей мы получили 138 машин такого типа в различных комплектациях. Для борьбы с подводными лодками в годы Великой Отечественной войны пробовали применять чуть ли не все типы самолетов, имевшихся в авиапарке ВВС ВМФ. Ил-4 и МБР-2, Бостоны и Кикихоки, П-3 и Ил-2. И все они показали себя неудовлетворительно. То плох обзор, то слишком велика скорость, рвутся парашюты ПЛАП-100, то мал радиус действия. И только PBN-1 подходил по всем. Его экипаж имел хороший обзор, достаточное вооружение, прочный планер, возможность при необходимости садиться в открытом море и оборудование, значительно превосходящее по уровню отечественное. Часть поставляемых самолетов комплектовала с радарами. Соответственно, с их появлением изменилась и эффективность патрулирования. На одну обнаруженную субмарину у североморских МБР-2 приходилось 170 самолетов вылетов, у PBN-1 только 40. Появление новых гидропланов позволило осматривать и те зоны, до которых МБР-2 просто не дотягивались. Самолет – это не мотоцикл и не танк. Одной приложенной инструкции к сборочному ящику будет маловато, и поэтому была создана специальная группа летного состава, которая бы и занималась перегонкой самолетов из США в СССР. И возникает вопрос, а как перегонять гидросамолеты? Тут-то военная логистика и блеснула всей своей красотой. Военная логистика – логистика для военных. Спецгруппа особого назначения по перегону «Номадов» была разделена на шесть отрядов и включала в себя 26 экипажей с опытными командирами и инженерами, которых набирали со всех флотов. 10 от ВВС Северного флота, 10 от Тихоокеанского, 6 от ВВС Черноморского. Всего 162 человека. Первую группу летчиков отправили на двух транспортных самолетах из Красноярска в американский «Фэрбэнкс» на Аляске 28 марта 1944 года. И уже 3 апреля они приступили к изучению новой для себя техники на базе Елизабет-Сити в штате Северная Каролина. С американской стороны в реализации проекта «Зебра» американская генерация названий для операции заслуживает отдельной статьи. Есть версия, что ее так назвали по двум цветам формы моряков – черной и белой. Участвовало около 20 специалистов. Подразделение возглавлял вице-адмирал Патрик Беллинджер – прославленный летчик, совершивший первые трансатлантические перелеты. Его заместителем был назначен Стэнли Черник. С нашей стороны группу возглавлял подполковник Максим Николаевич Чибисов, назначенный после гибели первого командира – полковника Виктора Васильева во время перегона первых намадов до Мурманска. Перелет Чибисова в США на транспортном С-54 проходил с 18 по 23 июля 1944 года по следующему маршруту. Москва, Астрахань, Баку, Тегеран, Каир, Касабланка, Азорские острова, Гандер, Вашингтон, Элизабет-Сити. 65 часов полета, 10 посадок и взлетов. Первая часть лодок перегонялась маршрутом из США. Стартовым пунктом служил город Элизабет-Сити. Далее Гандер, где была остановка на дозаправку после 12-часового полета. Далее перегоночный аэродром в Исландии – Рикьявик. Следующая посадка была в Мурманске и конечный пункт полета – Архангельск. До озера Гандер в Канаде американские летчики вели самолеты сами, так как действовали запреты на полеты иностранных летчиков на территории США, и, видимо, был еще повод уточнить нашим летчикам какие-то сложности и возникающие вопросы. Запись в наградном листе одного из участников спецгруппы капитана Федора Яковлевича Ярошенко. Имеет общий налет с марта месяца 1944 года в 200 часов. Пригнал два самолета PBN-1 по маршруту Элизабет-Сити – Гандер, Исландия – Мурманск – Архангельск с общим протяжением пути 18 тысяч километров с затратой по времени в 84 часа. Средняя скорость полета выходит 214 километров в час. В это время не включены посадки, сон и отдых, которые, как мы видели, отнимают значительное время. Но перегонку с северным маршрутом признали опасной в первую очередь из-за опасных условий полета – обледенения в северных широтах. Впрочем, понятно, что Северная Атлантика и поныне очень суровое место при всем богатстве технического оснащения 21 века. Для перегона гидросамолета в Черноморскому флоту спецгруппа должна была освоить новый для нее маршрут перегонки – Элизабет-Сити – Севастополь, общая протяженность которого составляла 18 685 километров. На этом полукругосветном пути гидросамолеты, предназначенные для Черноморского флота СССР, должны были лететь из США в Бразилию, чтобы пересечь Атлантический океан в самой узкой его части. Затем трасса шла над странами Северной Африки и Ближнего Востока и через воздушное пространство Ирана сворачивала в направлении пути или Баку, откуда гидросамолеты перебрасывались в Севастополь. Перелет по южному маршруту представлял для наших экипажей известную сложность – в этих широтах морские летчики ВМФ СССР никогда раньше не летали. Это были субэкваториальные и экваториальные широты, характеризующиеся высокими температурами воздуха, влажностью, грозами и туманами. Перед вылетом экипажи получали подробные карты, необходимые данные по связи, фотоснимки аэродромов и характеристики аэронавигационных средств. Перегонщиков на долгом пути ожидали всякие непредвиденные обстоятельства. Зоны турбулентности – мощные восходящие и нисходящие воздушные потоки, швырявшие самолеты до 500 метров вверх и вниз. Столкновения с подобными препятствиями порою путали все расчеты. Было принято решение проверять самолеты прямо во время их переброски с Филадельфийского завода в Элизабет-Сити, при этом обучая советских коллег премудростьям управления американскими летающими лодками. В среднем доставка самолетов по данному маршруту заняла 40 дней, каждый экипаж в среднем осуществил по три таких перегона. Из 50 самолетов 49 дошли нормально, и только один разбился на старте в Элизабет-Сити. Командующий морской авиацией Семен Федорович Жаворонков отметил, что авиагруппа особого назначения в составе 162 человек успешно справилась с возложенной на нее задачей. Результат не заставил себя долго ждать. К примеру, вышеуказанному участнику Федору Яковлевичу Ярошенко в августе 44-го вручают Орден Красного Знамени. Участники операции, в частности, летчики СТОВ, получили его с формулировкой за выслугу лет. В ноябре 44-го – медаль за боевые заслуги. В апреле 45-го – Орден Ленина по итогам операции «Зебра». Американцы в Элизабет-Сити сейчас вспоминают о советских летчиках как об очень вежливых людях, которые не всегда знали английский и которые покупали в больших количествах одежду, сигареты и французский парфюм, что вполне объяснимо в те времена. Родственники летного состава упоминали, что продукты и товары, привезенные участниками, очень тогда выручали. Еще один из участников перегона рассказывал, что в Южной Америке они купались с борта летающей лодки до тех пор, пока не выяснили, что плавающие кругом коряги отнюдь не коряги, а кайманы. Выяснивший этот участник заплыва остался цел и невредим. Еще один довольно забавный момент. Об операции рассказывает ее непосредственный участник, потомок русского княжеского рода Григорий Гагарин, житель Вашингтона. Мой отец тоже Григорий Гагарин. После большевистской революции эмигрировал из России и в 1924 году перебрался в Америку. В мае 1944 года я, выпускник Массачусетского технологического института и лейтенант американского военно-морского флота, получил приказ отправиться на службу в город Элизабет-Сити в штате Северная Каролина. Вот там-то я и увидел гидроплан голубовато-серого цвета с большой красной, явно не американской звездой на борту. И вечером того же дня встретился с советским офицером, который старался разобрать какую-то инструкцию. Я подошел к нему и спросил по-русски, не могу ли чем-либо помочь. Он с изумлением посмотрел на меня. А вы кто будете? Вот так Гагарин помогал советской авиации в 1944 году. Маршрут Южного перегона. Элизабет-Сити США, Сан-Хуан-Пуэрто-Рико, Тринидад-Сипария, Принцестаун-Тринидад-Этабага, Бедема-Пара, Бразилия, Наталь-Рио-Гранде-Донорте, Бразилия, Банжул, Гамбия, Кенитра, Марокко, Джерба, Тунис, Косфорейт, Египет, Эль-Хабания-Ирак, Баку-Азербайджан. Это все пункты маршрута, которые надо пролететь не только максимально быстро, так как Родина ждет, но и максимально безопасно, чтобы добраться самому и доставить вверенную тебе технику. В те времена жизнь летчикам, конечно, тоже старались облегчать. На самолетах появлялся автопилот, ставили радиовысотомер, но просто попробуйте себе представить этот перелет. Даже в современных условиях на него уйдет немало времени и нервов, особенно если боитесь летать. А на Номаде? Экипажи летающих лодок такого типа шутили, что при сближении с противником они нуждаются в календаре, а не в секундомере. Советские летчики, исполняя свой долг перед Родиной, летали через полмира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова